хочу с вами поделиться кое-какой интересной штучкой это крем для загара я не сторонник загара по-прежнему но я экспериментатор меня привлекла его невысокая стоимость всего в районе 10 лир и известная турецкая фирма отачи эта фирма позиционирует себя как органик фирма опять пришла ревизия к нам я планирую его использовать на ноги потому что ноги у меня белые как я не знаю синие даже зеленые в общем ужасные у меня ноги они вообще не загорают весь загар ложится на плечи и на лоб с носом так я посмотрела состав в принципе он неплохой он не содержит никаких фильтров вообще никаких имейте это ввиду это наверное для смугляночек или для тех кто уже под загорел да я планирую его использовать под защитный крем то есть на ноги нанесу вот этот крем способствующий загару и наверх крем с небольшой защиты потому что использовав только этот крем есть риск обгореть по поводу кошки уверена сейчас мне напишут почему тебя кошка прыгает везде по рабочей поверхности на кухне ребята это кошка и она будет прыгать ее приучить невозможно я я так считаю в моем понимании это ее инстинкты и это ее рефлексы она будет везде прыгать и заводить животное запирать его в комнате ничего не давать ему делать лучше оставить его на улице честное слово мне не сложно лишний раз здесь все промыть с хлорочкой я каждый раз это делаю мне не лень я постоянно все мою драю кипячу поэтому я ей все разрешаю вот такая вот я добрая хозяйка открыла я этот кремик и вот так вот он выглядит написано что может растаять на солнце знаете он имеет запах он не имеет химического запаха это правда это точно у него такой знаете запах старых кремов старых каких-то парфюмов и очень очень неуловимый меня это радует одушка есть есть конечно потому что без одушки совсем плохо но вот такого яркого химического запаха как у всех фильтров он не имеет но это и не фильтр имеете виду просто если вы едете в турцию вдруг не знаете что привести или вдруг вам интересен такой продукт мне кажется вам это должно понравиться смотрите особенно фирма отаджи обратите на нее внимание для тех кто ищет именно турецкую косметику она также делает еще шампунь у меня был такой органик шампунь ну якобы органик шампунь мне кажется там что все-таки химикаты какие-то были у меня был шампунь по моему с лимоном хороший был шампунь мне кто-то его подарил по моему девочка моя подружка и в этот раз я решила попробовать хавучего какао ялы и витамин ли ну как раз все что нужно для солнца хавуч это морковка какао это какао ялы это масло я витамин ли с витамином е все просто дорогие замечали ли вы влияние фаз луны на состояние человека и животных я например стала к этому прислушиваться и приглядываться потому что сейчас полнолуние знаете что я заметила на ютубе по ютубу это очень хорошо видно очень обостряются всяческие тонкие такие интересные горяченькие дискуссии очень активизируется все тролли и что уж там говорить даже я какая-то более нервная становлюсь да иногда и терпения не хватает отвечать на ну скажем так подковыристые комментарии потому что я понимаю что все люди разные у всех разная грань я скажем так приемлемого у всех разная грань тактичности кто-то более открыт кто-то более закрыт и так далее я замечаю такое даже что есть люди которые всегда были супер позитивны супер тактичные и даже в эти моменты они почему-то начинают писать какие-то подковырки на пустом месте мне очень бы хотелось верить что дело в луне и очень мне не хотелось разочаровываться в некоторых комментаторах некоторых людях я понимаю что это интернет и кто там сидит за аватаркой я не знаю на самом-то деле может быть он вообще играет какую-то роль по отношению ко мне по отношению ко всем очень интересно но вот дела обстоят так и у меня у знакомый есть мальчик-подросток и она говорит что как только полнолуние я по нему вижу как он меняется становится просто неадекватными нервными мы приехали на улицу торгута зал среди ночи как обычно и смотрите здесь посреди города стоит чья-то лодка моторная но это нормально видимо кто-то любит водный спорт посреди машин стоит не очень мне нравится ночная съемка на моем телефоне но что поделать поскольку мы постоянно выходим только ночью днем к сожалению гулять невозможно мы сейчас находимся в поиске места чтобы попить что-нибудь холодненького со льдом и мы уже везде были хотим найти что-нибудь необычное что-нибудь то чего мы не пробовали называется хочу то не знаю чего и у нас кстати в каждом днем становится все жарче потому что июнь это еще не лето на самом деле в турции реальное лето начинается в июле в июле и августе поэтому становится с каждым днем все более невыносимо душно и жарко и честно говоря мне уже хочется чтобы это время года побыстрее закончилась у меня раньше никогда такого не было чтобы я хотела чтобы лето кончилось наоборот я его ждала с нетерпением и расстраивалась когда он кончается но сейчас все наоборот какой-то модный клуб у нас вечером не знаю как в других городах турции но очень много спортсменов ну как спортсменов спортсменов любящих пешие прогулки эти народ выходит просто ходить пешком спортивной одежды ноги в наушниках у нас кебабная очередная цветочки смотрите у нас цветочки круглосуточно работают обычно можно купить они уже видите вся на жаре повяли смотрите бутик под названием лена видимо владельца девушка с русским именем лена как обычно макдональдс самое столпотворенное место как и везде мне кажется мне кажется во всем фудкорте из всего фудкорта самая большая очередь макдональдс кошечка лежит а здесь рядом рыбка поэтому там кошечка лежит видимо ее прикармливают а честно говоря уже устала идти вот это муж говорит новое место это старбакс новое место старбакс новый старбакс какой-то неопознанный без вывесок безо всего в итоге зашли старбакс то что у меня нет сил больше никуда идти так что у нас здесь будьте ли какие-то я хочу что-нибудь холодно вы бедим вы бедим вы бедим Терраса Здесь ужасно шумно, но зато продувает хорошо И нам намешали какой-то напиток, которого нет в меню Потому что я говорила ингредиенты, называла ингредиенты, которые мне нужны Муж взял такой же напиток В общем, здесь кофе, сироп и сливки Как обычно, сделали очень-очень сладко Турки всегда все делают от души Но я думаю, сейчас лед растает и будет более-менее прилично Смотрите, мы сидим здесь на веранде Я думаю, откуда дует такой сильный ветер Вроде бы на улице неветерно И до меня дошло, что здесь стоит один и второй кондиционер И дует таким ветром, наверное, градусов 20-22 Теплым ветром В принципе, наверное, это круто, но не очень полезно Просто часто бывает так, что турки даже на веранды устанавливают кондиционер Чтобы народ приходил Хотела вам показать вот этот вот дом Извините, что пальцем В общем, дом полностью пустой И застройщик купил эту землю, поставит здесь свой дом И, естественно, он будет выигрыш и продаст квартиры Потому что здесь хорошее место, хороший район и хорошая земля Но реально смотрится, как после войны Немного жутковатое зрелище, когда люди все выехали Они даже забрали рамы от окон То есть люди забирают абсолютно все Ну, в принципе, их можно понять, если они делали ремонт, тратили деньги Почему бы и нет Нас что-то прорвало, смотрите Народ здесь радуется А народ радуется, как будто дождь пошел Дорогие, в прошлом видео я вам показывала вот такую вот интересную штуку от Исана Это пена для ухода за телом И я вас немного дезинформировала Мне написали девушки в комментариях Точнее, одна девушка мне написала И оказалась права Видимо, моего турецкого или немецкого не хватило Для того, чтобы правильно перевести ее предназначение Но там как-то так очень размыто написано Как ее использовать Я подумала, что это пена для душа На самом деле, это пена для ухода за телом То есть вы просто наносите ее на тело Как крем для тела Она моментально впитывается Застывает Не оставляет никаких жирных следов Жирных пятен у вас нигде не будет И очень интересная вещь, кстати Если вы думаете о подарке кому-то Запах у нее тоже очень интересный Достаточно острый Достаточно сильный Здесь не только роза Здесь еще и кокос Так что меня смутило на самом деле Я просто ее взяла в отделе гели для душа И поэтому я подумала, что это пена для душа На самом деле ее смывать не нужно Сейчас я вам покажу ее консистенцию Вот так вот она выглядит Как пена для бритья Вот я ее полностью размазала И мне вот этого количества хватило на всю руку Аж до локтя Даже чуть-чуть осталось Вот она моментально застыла И тут же появился приятный аромат Но хочу сразу предупредить, что возможно аромат не всем понравится Потому что это роза с кокосом И роза достаточно остро пахнущая Поэтому для любителей розы, для любителей кокоса Но там был еще другой запах Я уже не помню какой, честно говоря Не хочу вас снова дезинформировать Поэтому, чтобы быть точной И не быть вружкой Я решила внести вот такие корректировки Но средство мне очень понравилось Очень интересное Просто я, честно говоря, такого не встречала ни в одной марке Может быть вы встречали Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok